Особая нагрузка на электрические сети приходится в зимний период. Сложные погодные условия, скачки, напряжения и, как следствие, многократное отключение электричества в домах у мутищенцев зимой. Стабильное функционирование энергосистемы – одна из приоритетных задач, которая находится на особом контроле. Заместитель главы администрации Иван Яськив отметил, что электроснабжающие организации подошли к новому периоду холодов с высокой степенью готовности. «Наиболее частые аварии отключения происходят в деревне Пирогово, в деревне Белениново, на 4-й парково, это у нас микровой дружбы, и в городе Матище, и в деревне Марфино. На сегодняшний день в Мособлэнерго проведены работы на сетях, чтобы позволить снизить аварийность на данных населённых пунктах». Чеверёво, Белениново – этим населённым пунктам аварийные отключения знакомы не понаслышке ещё с той зимы. Ещё летом на встрече с обеспокоенными жителями энергетики пообещали исправить все ошибки. На сегодняшний день все технические мероприятия проведены, доложил представитель Россети. Проложено порядка 18 километров кабельных линий, произведена реконструкция почти девяти. В целом, как по округу, так и точечно в населённых пунктах выполнен большой комплекс работ для поддержания бесперебойного электроснабжения. «Было построено 10 трансформаторов по станции, реконструировано 25 трансформаторов по станции, построено комплектное распределительное устройство наружного исполнения количества 6 штук, строительство кабельной линии 6,10 кВт – 15 километров, строительство кабельной линии 0,4 кВт – 1,2 км, строительство воздушной линии 0,4 кВт – это километр 45.» Ещё одна насущная тема в преддверии новогодних праздников – обеспечение безопасности жителей округа. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, нарушение правил безопасности на водных объектах, сезонные уличные травмы и пожары. Как следствие, статистика несчастных случаев возрастает в разы. Покататься на ледянках, санках, в новогодние праздники. Но, к сожалению, зима часто очень омрачает радость как детей, так и самих родителей. Зимой увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Это связано с коротким световым днём. Дети получают травмы при катании на тюбинках, ледянках. Возрастает риск гибели в результате пожаров и не на замёрзших водоёмах. На сегодняшний день уже реализован ряд мероприятий по обеспечению безопасности жителей округа. Это и агитационно-профилактические мероприятия в школах, и собрания с жителями населённых пунктов, а также профилактические рейды на водоёмах и дорогах.